МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повторное управление транспортом в нетрезвом виде, в любом состоянии алкогольного или наркотического опьянения, потому что это действительно для нашего региона проблема. Да, безусловно. Что я хочу сказать. Не буду вдаваться в историю введения в Уголовный кодекс статьи за управление, повторное управление в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, либо за отказ от законных требований сотрудников ГИБДД на прохождение освидетельствования, что законодатель также приравнивает к состоянию опьянения. Скажу сразу, что в этом году введена ответственность, вернее, уголовная ответственность за данные правонарушения и преступления разделена на две части. И 264-я статья Прим-1 стала более жесткой, увеличены санкции, а именно за вторую часть, когда уже лицо было на первый раз к уголовной ответственности привлечено за такие вот проступки. То есть уже когда-то было привлечено? Да, именно к уголовной. Если первая часть после административной, то вторая именно после привлечения к уголовной ответственности. Вот именно вторая часть была ужесточена, ответственность за совершение повторного преступления, и лишение свободы стало быть предусмотрено до трех лет, а было до двух. И штраф вместе с лишением свободы, как правило, вместе с назначением наказания, он применяется от 300 до 500 тысяч увеличен. Это огромные деньги. Если когда-то казалось, что 30 тысяч, это не по карману нашему жителю, то теперь оказывается 30 тысяч, это пустяк. Да, и на мой взгляд, это ужесточение вынужден был законодатель применить в связи с тем, что, как показывает практика, не уменьшается количество граждан, которые позволяют себе управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Значит, по второй части привлекается к уголовной ответственности лицо не только судимое ранее за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от освидетельствования, но и за совершение дорожно-транспортного происшествия, предусматривающее уголовную ответственность по статье 264, части 6 и 4, которые предусматривают ответственность за управление в состоянии также опьянения, но, к сожалению, с последствиями, повлекшие смерть людей. Когда уже по его вине было совершено дорожно-транспортное происшествие. Я знаю, что по статистике вот с начала этого года уже более 100 человек остановлено, вернее, зафиксировано повторное управление, более 100 только повторное управление транспортным средством. Кстати, насколько суды идут на, что называется, посадке человека, который дважды уже привлекается к уголовной ответственности за управление вентилятором в состоянии. К сожалению, к великому, если это не привлечение за дорожно-транспортное происшествие, то есть когда последствия уже наступили, там, да, применяются жесткие санкции, и такие нерадивые водители привлекаются не просто к уголовной ответственности, но и получают реальные сроки наказания, в том числе и не колонии-поселения, либо лишение свободы в местах лишения свободы отбывают, и сроки немалые, и 7, и 8 лет, то есть большие сроки, то, конечно, если человек садится за руль в состоянии опьянения, но последствий не наступило, то есть сотрудники ГИБДД спрофилактировали, остановили, зафиксировали, вот несмотря на то, что санкция статьи до трех лет лишения свободы, суд более гуманно относится к сожалению, и чаще применяются исправительные работы, но вместе с наложением вот большого штрафа. Вот этот штраф, да, но это тоже в чем-то, вы сказали правильно, слово гуманизм, насколько он здесь приемлем? К сожалению, наши суды действуют, ну, во-первых, давать оценку суда, конечно, немножко невправимы, да, но гуманность суда исходит из разумности применения наказания, и если лицо где-то не привлекалось к уголовной ответственности, не отбывало лишения свободы, либо имеет погашенную, допустим, судимость, да, если мы говорим об этом, либо если это первая часть преступления, то есть впервые совершает преступление, суд не имеет права применить самое жесткое наказание и сразу лишить свободы, да еще и на большой срок, это просто, скажем так, не по правилам, вот скажу, наверное, такое слово подберу, поэтому давать оценку суду я неполномочно не могу, но я думаю, что если у нас будет возрастать количество лиц, уже привлеченных в первый раз к уголовной ответственности и повторно опять привлекается к уголовной ответственности, я думаю, что суды будут применять более жесткую меру наказания. Татьяна Геннадьевна, да, тем более, что если человека, возможно, хотя бы на полгода, да, изолировать, а то, возможно, это спасет чью-то жизнь потом в дальнейшем, если он второй раз сел, то он и третий, и четвертый, а потом это приведет к неминуемому наказанию уже точно с отсидкой. Ну да, да и потом для многих, ну, если человек никогда не бывал в местах не столь отдаленных, для многих нахождение в той атмосфере, в тех условиях, да, из шикарной домашней кровати, кухни и своей собственной ванны попасть во все, вот в общественное место, причем не такое комфортное, как дома, для многих полгода это будет катастрофическим наказанием и понятием на всю оставшуюся жизнь, что так делать нельзя, что там никакого приятности никакой нету, и дискомфорт испытывать жуткий и страшный. Но помимо даже вот прочувствовать себя наказанным и почувствовать, что такое лишение свободы, помимо этого, человек может потерять работу, а это источник существования, и, возможно, у многих эта работа комфортная и неплохо оплачиваемая. Тем более сейчас в непростые такие экономические ситуации. Да, да, да. Это может повлиять на будущее детей, которые, может быть, кто-то пойдет в силовые структуры, захочет пойти служить. Где есть графа судимости. Да, родителей в том числе, и неважно за какое преступление. Это могут быть хорошо оплачиваемые организации предприятия, где работа выше среднего оплаты идет. И для детей в том числе туда тоже, принимая на работу граждан, проверяют этих граждан, есть возможность устраивать конкурсы, проверки, и отбор более тщательный, и тоже не возьмут на работу, если даже родители имели судимость, несмотря на то, что ребенок, может, только институт закончил, и в жизни еще ничего плохого не сделал. Тем не менее, вот такая наша экономическая ситуация – это право любого владельца предприятия и организации. И вот об этом тоже должны думать те лица, которые садятся пьяные за рулем. Вот сейчас вот аргументы, эти аргументы, я думаю, многих убедят. Вот у нас ограниченное количество времени в эфире. На ваш взгляд, что бы решило кардинально проблему? Вот этого беспрерывного пьянства за рулем? Ну, на мой взгляд, наши граждане понимают даже не страх перед лишением свободы или срока. Вот да, но если это не убеждает. А вот убеждает больше, когда отбирают имущество или деньги. Отбирают именно насильно. И, на мой взгляд, повторюсь еще раз, конфискация транспортного средства и обращение его в доход государства, независимо от права собственности на него и владельца этого транспортного средства, повлекло бы за собой, на мой взгляд, снижение количества таких правонарушений и преступлений. Ну, в первую очередь потому, что не на чем будет ездить пьяному за рулем. Да, и не сходить в тот же вечер и не купить себе повторную машину. Да, новую машину, конечно, безусловно. Это как одно из таких возможностей. Ну, и второе, это то, что собственники, которые передают свою машину лицам склонным ездить пьяным за рулем, не будут этого делать, рисковать не будут, потому что сами останутся без транспортного средства. Руководители организации предприятий и учреждений, чьи машины тоже обратят в доход государство, если они допускают, что у них водители позволяют себе управлять машиной в пьяном виде. Не будут таких лиц брать на работу. И вот эти факты, ну и, конечно, я не говорю уже о тех, которые свою машину, вот, свои машины управляли, и семья осталась без транспортного средства. Да, понятно, много дискуссий и разговоров о том, что это может быть собственность не индивидуального мужа, да, а семейная собственность. Тем не менее, если будет принято законодательно, возможно, чьи-то жены уберегут своих мужей от пьяного вождения, забрав, спрятав, куда-нибудь унеся ключи от машины, ну и так далее. Тем самым, понимая, что это из их семьи уйдет, уйдут деньги, будет какое-то ущемление в правах и в имуществе, смогут также профилактировать эту езду в пьяном виде. Ну, на мой взгляд, это могут быть жены, родители, может быть, там, братья, сестры, неважно. И поэтому, на мой взгляд, будет снижение данного вида нарушений и преступлений, ну и какой-то эффект, надеюсь, мы добьемся. Во всяком случае, это применяется в Белоруссии. В Белоруссии применяется успешно. Да, успешно и уже много-много лет. Вот, вы знаете, вот вы перечисляете, тут есть вообще над чем подумать. И все это вот мы убеждаем, говорим через запятую вот эти страдания и неудобства, которые это все приносит. А всего-то надо просто подумать и не пить эту самую первую рюмку-то. И все. Нет, пожалуйста, у нас нет сухого закона, пусть пьют, но вдали от транспортного средства. За руль, всего лишь навсего. Да, вдали от транспортного средства. Да, в конце концов, воспользоваться услугами такси. Безусловно. Которые еще пока многим по карману. Доступно абсолютно, на мой взгляд, на территории Тверского региона точно. Можно дешевле в разы. Спасибо огромное, Татьяна Геннадьевна, за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Татьяна Каминская, полковник полиции, начальник отдела организации дознания УМВД России по Тверской области. Говорили о предотвращении пьяного вождения с наступающими праздниками. И всегда помните, что вы в ответе не только за свою жизнь, если находитесь за рулем, но и за жизнь других людей. Всего доброго. Засабудайте закон. Продолжение следует...